речь это то что нам дается с рождения то что мы осваиваем с раннего детства и всем известно что словом можно убить слова можно воскресить словом можно завлечь и сегодня мы поговорим с вами на эту тему в эфире магия жизни здравствуйте и сегодня у меня в гостях сексолог психолог евгения ахмадулина евгения здравствуйте здравствуйте датьяна евгения сегодня мы с вами поговорим о магии слова и вы как психолог думаю лучше всех знаете что действительно слово это Это очень такой рабочий инструмент. Безусловно, слово – это очень мощный инструмент. Он имеет очень большую силу, так же, как и влияние, и энергетику. Неспроста в наши древние времена наши предки просили благословения у своих родителей. Потому что слово «матери», если она благословляет, она открывает все пути и все изобилие этого мира. И, соответственно, если благословение не было получено, очень многие из уважения к своим предкам, к своим родителям даже не делали того, на что это благословение не было получено. Сейчас, к сожалению, мир и люди все больше отстраняются от... Все больше уходят в соцсети, разговоров нету. От речевого контакта, потому что здесь тоже как психолог очень просто поясню. И как психолог, и как сексолог даже поясню. В плане знакомств, например, все больше приобретают популярность площадки знакомств определенные, то есть сайты. И почему там в основном происходит переписка. Я просто проводила эксперимент. И спрашивала, задавала вопросы из тысяч знакомств. Это были в основном переписки, причем очень недолгосрочные. То есть люди таким образом забивают свою, закрывают свою энергетическую дыру в общении, но при этом разговаривать им достаточно проблематично. Почему? Потому что по ту сторону гаджета, по ту сторону телефона или компьютера легко быть несравненным мачо, как-то шутить или быть какой-то волшебной, неприкосновенной принцессой. Когда случается встреча, здесь уже происходят совсем другие процессы. Здесь как сексолог, наверное, нужно знать, что происходит химия, как это в глазах, даже запах встречи, манера разговора, манера держаться. Потому что письмо можно прочитать по-разному. Там в строках нет эмоций. Да, понятно, можно добавить смайлики. И вернемся еще к тому, что вы говорили про родительское благословение. Я все-таки как маг, еще очень сильно материнские проклятия. Я думаю, вы тоже сталкивались с такими. Это безусловно, потому что как психолог, как терапевт, я уже много лет работаю с людьми, и я захочу здесь затронуть именно женщин, потому что я в основном с женщинами работаю. Связь с мамой и ее благословение, и восприятие, то есть женщины своей матери, она имеет очень большое значение. В принципе, и для мужчины тоже, но для женщины это тема жизни. То есть если женщина с мамой не находит контакта, причем любого, этот контакт может быть у нее в душе. То есть не обязательно, я сейчас скажу страшные вещи, которые, наверное, не все поймут, не обязательно поддерживать физический контакт, если не получается. Потому что бывает так, что не получается. Это постоянные скандалы какие-то. Я знаю, что даже до драк у людей доходят со своими матерями. Я даже такое слышала. Но если не получается взаимодействовать, в психологии есть даже такая штука, сепарация. Когда мы сепарируемся, отделяемся от мамы, иногда это бывает жестко. Иногда бывает, что даже до трех лет люди не разговаривают вообще. То есть они никак не взаимодействуют. И, наверное, может быть и лучше так, на какой-то период взять и уйти от общения и сепарироваться, чтобы уже взрослым человеком вернуться к взаимодействию с родителем. Ну, я не соглашусь, потому что если в детстве не было контакта, откуда он во взрослой жизни возьмется? Как правило у людей... На собственном примере Татьяна, не так давно, на самом деле, порядка пяти лет назад, у меня с мамой наконец-то образовался прекрасный и волшебный контакт. Хотя до этого его не было от слова совсем. Проклятие – это сильный энергетический посыл, ну, кроме и слов еще, да. Но в магии известно же, что есть ритуалы, которые мы читаем, и ритуалы, да, их нужно, естественно, произносить. Это слова, это мощные действия, которые мы производим. Но также еще раньше собирались в круг женщины около костра, это я знаю, в язычестве было, и сидели, да. И, естественно, тоже весь род собирался, и набирались силы, обмельцы. И даже, насколько я знаю, все это вылечивалось много. Да, все верно. Но, к сожалению, какое-то время это все было утеряно. Но, насколько я знаю, сейчас это возрождается. Пусть не в том виде, ни у костра, и ни родом, но женские клубы имеют место быть. Татьяна, я вам более того скажу. В моем случае мои женские круги – это и у костра, и даже с бубном. Да, действительно, сейчас идет очень сильное возрождение именно единения женщин, потому что энергия людей одного пола, когда они соединяются одной родовой принадлежности, это очень мощная энергия. И, действительно, вы правильно говорите, что наши предки пользовались различными заговорами, то есть именно заговаривали, и это были именно слова. И есть даже, насколько мне известно, определенные слова, потому что, например, доходят различные заговоры бытовые. То есть все равно применяли наши предки всегда определенную магию, какую-то бытовую. Всегда даже есть магическая кухня, что-то делали, что-то проговаривали. И даже слова в этих бытовых заговорах, они всегда закрываются одними и теми же словами. Сейчас действительно возрождается определенное единение, возвращается вот эта сила, потому что я всегда говорю, что девочки – наша женская сила в нашем единстве. То есть не воспринимать друг друга как конкуренцию, а воспринимать друг друга как сестра. И в этом тоже есть большая сила, потому что это как бы еще помимо отношений и состояния, это еще и разговаривать. У нас было недавно так, что у меня была банька женская, пришли четыре девочки, и то есть запланировано это где-то на четыре часов поговорить, и плюс определенная банная ритуалика наших предков. Мы просидели восемь, потому что не разговаривается, с мужем не поговоришь, с подружками тоже всем не поделишься. Когда это вот такой вот сакральный женский круг, здесь можно как бы на самом деле… Пани – это тоже сакральное такое место, в общем-то. Открываться и поделиться. И естественно, опять-таки, про магию, да, и про магию слова. Когда в бане – это очищающий все-таки процесс, да, то есть женщина разговаривает, и когда она проговаривает какую-то свою боль, она определенным образом исцеляется, это тоже определенного образа психология. То есть академическая… Я просто не академический психолог, я использую различные техники. Академическая психология вообще под собой подразумевает, что человек приходит, на протяжении часа-полтора что-то рассказывает, психолог послушал, да, покивал. Это, как помните, был эффект купе, да, мы с попутчиками разговариваем обо всем, но мы уже знаем, что мы их больше не увидим. Выплеснул человек сегодня, и все. Он теперь вот ходит к психологам и ходит, да, к магам. И также, я думаю, ходит к вам. И к нам тоже ходит. Ко всем, да, ходит все процессы. Плюс, до сих пор, кстати, это есть. И почему-то думает, что это ушло. Нет, наихорошее, это все до сих пор есть. Помните, раньше садили девочки в кружок, да, вышивают, шьют, во-первых, поют. Песни тоже очень большой смысл имеют. Это же те же слова, просто мы их пропеваем, плюс своим голосом. И, ну, до сих пор те, кто вяжет, просто кто вам дарит вязанную собственными руками вещь, берите аккуратно. Если вас очень любят, то, да, хорошо вы ее берете. Если нет, подумайте, стоит ли, когда вяжешь, думаешь, можно привязать все, что угодно. Понимаете? И это можно и приворот сделать. Это можно сделать и удачу, а можно и денежку у вас забрать. Поэтому крайне аккуратно. И кто умеет вязать, пользуйтесь. Но желательно, ну, хорошее, конечно, что вы вяжете. Вот у вас будет девушка молодая, может представить, какой у нее будет супруг, как он его будет любить, как у нее будет семейная жизнь, достаток, сейчас уж куда же без него, все про это спрашивают, будет, не будет. Все, вот это вот все можно привязать. Либо если вышиваете, то это все вышить, сами себе сделать. Словами нужно крайне аккуратно. Кстати, про слова, когда мы что-то загадываем, да, но я думаю, все уже знают, что частичка не считывается. Если хочу не болеть, будет, хочу болеть. Надо говорить, хочу быть здоровым. Это же опять, да, магия слова. Потом это посыл, который мы отправляем наверх. Хотите желание, значит, нужно свое желание подробненько-подробненько расписывать. Проговаривать. Проговаривать обязательно, да. Прожелание абсолютно согласно. Почему мы думаем всегда быстрее, чем говорим? Потому что мы в голове не проговариваем. У нас так проскочило, и ладно, мы поняли, о чем мы подумали, ну и хорошо. А здесь нужно проговаривать. И чем тщательнее вы проговорите, подробнее все, тем быстрее у вас все будет. Евгения, ну, вы сексолог, и давайте с вами поговорим про флирт. Флирт – это не только гляделки, да, это не только там, я не знаю, подмигивание и играние бровями, да, это также и слова. Татьяна, вы знаете, на самом деле очень много зависит от того, как люди общаются именно в речевом формате. Не в переписке, а именно то, как они разговаривают. И, например, я знаю очень большое количество женщин, да, я опять-таки повторюсь, я с женщинами работаю, и, естественно, на моих курсах, которые связаны с сексологией, да, и с развитием сексуальности, мы это обсуждаем. Для очень многих женщин фактором, который их привлекает, является даже тембр голоса мужчины. Я думаю, что и у мужчин так же, просто с мужчинами я не работаю, утверждать не могу. Ну, собственно, мы знаем тоже все, да, что люди идут и на голос идут, и на манеру общения. Да, то, как он разговаривает, да, то, как он проговаривает какие-то слова, это, безусловно, является определенным магнетизмом даже, наверное, и так, и даже, да, магией, да, когда тебя влечет. Вот, естественно, если вдруг мужчина еще и одарен интеллектом и чувством юмора, то здесь, конечно же, прибавляются все шансы, да, то есть на гаризм, да. И в этом и проявляется вот это вот, да, определенная харизма, потому что, может быть, он и не быть каким-то красавцем, да, там, Ален Делоном. Или совсем не красавица. Да, Ален Делоном. Но если харизма, да, если он еще и умеет разговаривать, а в наш век, скажем так, интернет-технологии разговаривать, это правда скоро будет восприниматься как дар, да. При любых раскладах, да, то есть как бы, когда люди встречаются и начинают уже как-то взаимодействовать, вот эти вот истории, когда разговаривать не о чем, они на самом деле достаточно краткосрочные. Нет, в начале, конечно, истории знакомства, когда вам, в принципе, ничего, кроме наслаждаться друг другом, не хочется, можно и, может быть, и не разговаривать. Но впоследствии этот дар, он обязательно необходим, и важно его применять. И здесь, конечно, обороты речи, да, то есть очень важны. Здесь очень важны действительно поставленный голос. Но это все зависит в первую очередь от уверенности, наверное, внутреннего человека, потому что ты можешь быть бесконечно умным, красивым и интеллектуально развитым, да, то есть, но не мочь от внутренней неуверенности и страха соединить слова, да, то есть как бы это... Ну, опять же, слова бывают разные. Сейчас, да, очень хорошо проговорила, высокоинтеллектуальные и все, но у нас же есть и не только высокоэлектричные люди, мы в своей речи, ну, практически все за редкими используем жаргон и довольно многое количество мат. Это сакральные слова, это идет из древности, это не просто так. Если посмотреть немножечко действительно глубже, Татьяна, как вы правильно сказали, это сакральные слова, которые усилили энергию. Ими раньше пользовались жрицы для усиления определенных ритуалов, то есть если мы пойдем немножечко вглубь истории, да, посмотреть. Поэтому, когда мне рассказывают, о, Евгении, вы сказали какое-то нецензурное слово, я говорю, для начала, как бы, я вам порекомендую изучить истоки этого нецензурного слова. Спасибо, Евгения, за интересную беседу, которую мы сегодня с вами с утра провели. И я вас благодарю, Татьяна, за возможность поделиться с телезрителями и с вами своими знаниями, своим опытом. Благодарю. Уважаемые телезрители, присылайте нам свои вопросы, будем рады на них ответить. Всем удачи! Ясновидящая, маг, медиум, Татьяна Жмакина. Запись к экстрасенсу по телефону в Самаре 922-53-83. 922-53-83. Парк Дэнс энд Грин. Это ежедневные танцевальные вечеринки, свободный вход, цены 2013 года. Мангал, коптильная, стритфуд. Находимся в парке имени Гагарина, улица 22-го партсъезда, 166. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова